После старта отопительного сезона в городе запустили работу горячих линий, как общегородской, так и в районах. Жители могут обратиться, если они еще не получают теплоноситель. За минувшие дни было около 250 обращений, в основном они касаются устранения воздушных пробок в радиаторах. Большая часть заявок уже отработана. У нас было на городскую линию одно обращение, оно отработано. По местной линии, которая работает у нас в отделе ШКХ, поступило 10 обращений, 8 отработали, 2 сегодня будут в районе. О работе по планомерному подключению домов и устранению возникающих сложностей говорили на совещании в Департаменте городского хозяйства под руководством исполняющего обязанности главы Самары Ивана Носкова. Также обсудили и текущее состояние завершения модернизации теплосетей в городе. Из 24 объектов, что были в плане на этот год, осталось несколько участков, где работы уже вышли на финишную прямую. На сегодняшний день практически во все соцучреждения подается отопление. В частности, объекты образования и спорта подключены на 100%, а жилой фонд города снабжен теплом на 95%. Давайте так сделаем, чтобы нам друг другу не было стыдно смотреть в глаза. Самое главное, люди, я просьбу, вот наберегитесь. Из того, что я сегодня слышал, из того, что я вижу по документам, за два дня все эти вопросы можно запустить. Где-то по временной схеме, где-то там напрячься. Но это решаемый вопрос. Комплексная работа по подключению тепла будет продолжена. С вопросами можно обратиться на горячие линии по вопросам отопления. Все номера можно найти на сайте городской администрации. Андрей Грагуленко, Николай Пифанов, Валерий Майоров. События.